Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители, на дворе у нас 23 марта продолжается и сегодня следующий материал посвящен военной сводке и так, что у нас сейчас происходит на линии фронта. Основные события сейчас развиваются в районе от Горловки до Куракова. Началось уже по сути сражение по всей линии фронта, причем войска ДНР атакуют не только в районе Горловки, Верхнеторецкая уже взята и уже пошли войска дальше, атакованы еще Пески, идет атака в районе Марьинки и идет атака в районе Куракова. То есть по сути российские войска и войска ДНР наступают сразу на четырех направлениях, рассекая группировку украинских вооруженных сил в составе четырех механизированных брикад пытаются рассечь его сразу на четыре части. Причем очень похоже, что в районе Горловки основная линия обороны уже прорвана, потому что вчера наступление развивалось намного более успешно, чем позавчера, поза-позавчера. Если и далее развитие событий будет идти по тому же сценарию, я думаю в целом линия обороны будет прорвана через несколько дней. Тем более и на самом деле во многом благодаря этому прорыв этой линии обороны был обусловлен тем, что здесь были применены сверхтяжелые артиллерийские системы. 203-миллиметровые САУ «Малка», против попадания снарядов которых укрепления, которые были созданы украинскими вооруженными силами, оказались бесполезными. Также очень примечательна была сегодняшняя атака, вернее ночная атака на Пески, а это по сути охват Авдеевки с юго-запада и с запада. То есть очень похоже, что цель этой операции взять Авдеевку в кольцо. А еще формируется еще одно кольцо вокруг той группировки, которая засела на северных окраинах Донецка, потому что Марьинка в целом уже зачищена и войска ДНР пытаются развить свой успех. Российские же войска тем временем ведут наступательные действия на реке Сухие Ялы. А еще они пытаются охватить Курахово с запада, чтобы обойти вот этот укрепленный район и пойти дальше. То есть идет атака сразу на четырех направлениях с очень большой вероятностью растечения и уничтожения группировки вооруженных сил Украины на этом направлении. Также уже вчера начали приходить сообщения о том, что интенсивность боев южнее Изюма очень быстро нарастает. В СУ подбрасывают крупные резервы и они пытаются сбить российские войска с их позиции южнее Изюм, пока они не успели перегруппироваться. И таким образом выйти обратно в южную часть Изюма и закрепиться на реке Северский Донец. Сегодня ночью была предпринята отчаянная атака в этом направлении, но по тем данным, которые есть у меня, она успеха не достигла. По сути сейчас там идет большое встречное сражение с большими шансами на то, что российские войска сумеют здесь перемолоть резервы вооруженных сил Украины, чтобы потом дальше развивать наступление на этом направлении, а также в сторону Лозовой и Первомайского. Ну а самое главное, что в случае проигрыша этого сражения, а я думаю, что проигрыш сражения со стороны ВСУ он уже предрешен, дальше уже нависнет непосредственно угроза над Краматорско-Славянской группировкой ВСУ, ну и вообще над всей этой северной частью Донбасского фронта. И о том, что все действительно не очень хорошо в ВСУ на этом направлении, говорит тот факт, что все больше сообщений вчера мне в личку приходило от жителей той же Лозовой, кстати, по Лозовой тоже был не случайно нанесен вчера удар, был уничтожен вагоноремонтный завод, который сейчас превратился в танкоремонтный завод. То есть наносятся удары по местам скопления противника в районе Дружковки, Краматорско, Константиновки. А еще пришли сообщения о том, что в Первомайском, в Лозовой, ВСУ спешно оборудуют одневые точки внутри городов, в высотных зданиях на верхних этажах. Это говорит о том, что эти города быстро готовятся к обороне. Значит, команда Невороженные Силы Украины отдает себе отчет о том, что очень долго там группировка продержаться украинская не может. И все готовится к тому, что придется ей отступать и пытаться удержаться за Первомайский и Лозовую. Ну и за Барвенково, безусловно, куда же без него. Ну и на этом фоне приходит очень интересное сообщение из Польши. Похоже, что Польша готовит реализовать свой сценарий. Не исключено, даже очень похоже, что это сценарий, ну назовем его условно, польская весна. Какой-то аналог своеобразных событий крымских 2014 года, когда Польша может под тем или иным предломом ввести свои войска на территорию Западной Украины, чтобы дальше эту территорию присоединить к своему государству. То есть так называемые восточные креслы по итогу могут присоединиться к Польше. Понятно, что это произойдет не сегодня, не завтра и даже скорее всего не послезавтра. Но Польша усиленно начала готовиться именно к реализации этого сценария. А значит абсолютно не исключена вероятность, что вооруженные силы Польши и вооруженные силы Российской Федерации могут столкнуться на территории Украины. Но к НАТО это не будет иметь никакого отношения. Хочу сразу напомнить и успокоить моих зрителей. Когда страна-член НАТО вводит свои войска на какую-то другую территорию без согласия всех членов НАТО, это ее личные проблемы. Но то, что этот вариант является одним из ключевых, говорит тот факт, что вчера было сообщено о том, что российских дипломатов в части 40 человек выселяют из Польши, выдворяют по сути из Польши. Также приходили сообщения о том, что внутри российского посольства в Варшаве жгутся документы. То есть все говорит о том, что обе стороны прекрасно понимают перспективы того, что может произойти. Вот такая вот новая фаза эскалации кризиса на Украине. Ну в целом на самом деле ожидаемая. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. То, что будет происходить дальше в течение всего дня, я постараюсь осветить в следующем своем обзоре уже сегодня вечером. До свидания.